Всем привет! Сегодня я хотел поднять тему такую, как о резиновом покрытии на ледовых аренах, в раздевалках, там где они ходят, и о топильных ямах. Какую резину не стоит стелить? Это резина из-за резиновой крошки. Эта вся резиновая крошка, она стирается, образуются дырки от коньков. Особенно на поворотах, когда они выходят с раздевалок или идут к полю. Поворачивают они острым, вот так вот, и образуются в этих местах дырки. Приходится постоянно менять. Ригопол там, или как оно там правильно называется, ригопол. В общем, не важно. Все, что из резиновой крошки, оно потом... Вон, вот это все дырявое, рваное, все лопается. Короче, вот такие вот дырки получаются от коньков. Плюс еще... Сейчас. Плюс она еще нестабильная. Она свою геометрию как-то теряет при перепадах температур, что ли. Я не знаю. Ну вот, пример. Все, они уже не совпадают. Ее выдавливает. Одна расширяется, другая сужается. Не везде, но, в общем, вот такие косяки за такой резиной наблюдаются. Так, ну теперь по поводу топильной ямы. Приведу пример сейчас. Тут же яму, которую не делайте, когда строительство идет, я не знаю. Ну что это за яма? Это разве яма? Это какой-то гробик тут, блин. Сколько сюда бункеров поместится? Два, три. Три полных бункера, если подрезать лед. Плюс еще система топления снега. Тоже никакое. Что это? Это трубка с дырочками и водичка. Водичка, она поначалу горячая, ее хватает на 10 минут. Потом холодная. И так вот целыми сутками она течет, чтобы снег таял. Вот такие ямы. Это не ямы, это говнояма называется. Сюда много не выгрузишь. Ну вот. И сейчас покажу другой пример. Как-то идет вот такая вот резина. Тоже вот плотная. Но сколько по ней уже ходят, ходит вся вот. Видно, что коньками затоптана. Но она не изнашивается. Такая дебилая, хорошая. Мы слабые места, это всегда вот там, где, как объяснить, конек поворачивается. То есть раз, наступили. Вот с раздевалки выходит толпа хоккеистов. И каждый коньком поворачивает в сторону поля. То есть вот это вот место, оно сильно изнашивается. И вот благодаря этой резине, вот как два года уже прошло, даже дырки нету. Даже два с половиной года. Но затертости видна уже. Сейчас я ее покажу в разрезе. Вот он. Лист в разрезе. Такая вот резина. Плотная. Там, где конек часто ходит, вообще великолепная. Она не изнашивается, то есть не стирается. Там, где машина, гараж вот. Вот такая вот резина, она еще мощнее. Вот сейчас тоже в разрезе покажу. Она вот какая толстая. Тоже литая идет. В разрезе. То есть никакой крошки нету. Резиновая крошка здесь не используется. Вот только литая резина. Ну и сама яма. Тоже большая. Глубокая. Плюс там вот радиатор под водой. Внутри радиатора идет теплая подогретая теленгриколь, которая берет тепло через теплообменник с холодильной установки. Ну и вот, как видите, вот была заливка. Снег выгрузили. Снега нету. Моментально. Тает так, как вода в нем уже теплая. Подогревается вот с помощью радиатора этого. Кстати, еще если мало ли даже не будет справляться эта система, будет все равно снег скапливаться, не будет успевать таять на всякий, как говорится, пожарный. Есть еще ручная плюсом. Вот это такие вот пожарные, не знаю, как они называются, распылители вот в три штуки. Раз, два, в третий. Вот дополнительная помощь. Ну и лишнее вот через переливное уходит в канале. Сама машинка хорошая, новенькая. Все блестит. Пробег на ней вообще минимальный. Ну, сколько? Месяца три машине. Приятно, когда новенькая. Ладно, но это уже другая тема. Подготовка здесь вот такая вот установлена. Фильтра. Соль. Асмус. И бочка. Четыре нагревательных элемента. Шланг для заливки полей. Как-то так. Как-то так.